ой-ой-ой год прошел и ничего не изменилось ну что такое как говорится семеро одного не ждут итак друзья мы начинаем всем привет эта программа отдыхай и сегодня с вами меня зовут лиза храмова это мой сведущий никита лиза лиза для начала поздоровайся со зрителями поздоровайся со мной а потом извинись привет всем привет я немного опоздала все потому что сейчас новый год столько делал меня сессия контрольный новогодние подарки просто все закрутилось вертелось ничего не успевает и твои оси отмашки ну ладно а где нас смотреть то лиза а также в нашей группе вконтакте куча мало лайкайте комментируйте репосты а под постом прямого эфира вы можете поставить свой большой палец вверх и поздно прокомментировать да почти то же самое но при этом вы получите лучше шанс на ежедневно да а если вы провалите все наши страницы вконтакте у вас возрастут в два раза но мы вам ничего не говорим что ж тема нашего сегодняшнего эфира это время и как все успевать давайте пойдешь запишешь покажешь это про вас лиза про вас про меня вообще я очень много всего успевают хорошо совсем недавно вернее сейчас я поехала в студию я узнала интересный факт о том что японцы вообще практически отрицают они вообще в принципе отрицают факт того что существует время потому что его нельзя попробовать что думаешь странно это все по моему японцы самые пунктуальные люди на планете к тому же они имеют вне классную традицию приходи заранее на всякие важные встречи а ты говоришь что-то не то лиза определенно но тогда у японских учителей нет проблем с тем что ученики опаздывают ребята ребята у меня такой конкурс для вас поставьте в плитчат если вы хотите отправить лизу в японию чтобы она там перевоспиталась и больше когда не опаздывала если вы меня поддерживаете и не хотите чтобы я улетела в россии лиза на есть только слово надо ну все давайте все зависит от вас и все пожалуйста подписка комменты насчет того что придумают разное наказание между прочим в россии самые дети учителя и они действительно придумывают самые разные какие же давай с тобой устроим баттл вот серьезно кто из нас больше знает разный приятных наказаний для опоздано опоздано лиза я в этом вообще не силен я ну ты сама знаешь что я не опаздываю практически давай я хоть где-нибудь выиграю тебя твоя взяла но при одном условии так как я джентльмен а лиза девушка она насчет первое хорошо мой учитель по обществу знаний не пускает ни одного опоздано в класс если он не сделает вот такое вот милое личико лиза тебе бы точно попросил бы попустил обратно ой спасибо большое но но это не идет никакие сравнения с нашими наказаниями знаешь вот у меня все руки ноги и пол бери и отжимай сколько лет захочешь продемонстрирую нет нет я верю что ты сильный независимый все круто молодец мой 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 моя учительница по математике заставляет всех опоздано входи и будешь помню продемонстрируем свой вставай за дня до своего места и я луноход один я луноход один нет ты второй уже я луноход один я луноход два я луноход один я луноход два и в ушах у нас собирается целая куча разных луноходов представляешь себе почему опоздала ты а хожу как луноход я во первых ты джентльмен во вторых я девушка логично справедливо однако да совсем недавно я посмотрела фильм который называется время и там валютой было совсем были совсем не деньги как у нас а время то есть минуты секунды часа и как ты понимаешь ими прям расплачивались то есть кофе стоило 4 минуты японцы думаешь переехать все таки но они бы явно были в восторге конечно для вас для наших зрителей подобрали самые классные фильмы о времени который научит вас его ценить смотрим да смотрим время действие фильма происходит в будущем люди генетически запрограммированы так что в 25 лет перестает стареть они живут в мире где время стало единственной и самой твердой валютой богатые становятся практически бессмертными а бедные вынуждены сражаться за каждую минуту главные герои борется справедливость и пытаются разрушить эту систему жизнь пи фильм о том как мальчик оказывается в одной лодке с тигром посреди тихого океана долгое время они вынуждены плыть вместе переживая беды и помогают друг другу фильм учит дорожить каждой секунды ведь никто не знает что тебя ждет завтра и какие приключения приготовила для тебя жизнь назад в будущее фильм о парне марти который перемещается в прошлое и встречается со своими юными родителями марти нарушает временно пространственную связь спасая своего отца от аварии и этим мешать знакомству с будущей женой вернувшись в свой 1985 год юноша понимает что его жизнь изменилась фильм легенда имеет продолжение гарри поттер и узник аскобана студенты школы хоббарт гермиона рон и гарри снова влипли в историю и от их действий зависит сразу несколько жизней при помощи часовика времени герои отправляется на сутки назад и спасают свои жизни в прошлом сказка о потерянном времени история в которой четыре злых волшебника решили вернуть себе молодость но для этого надо найти людей бесцельно растрачивающих свое время а вот они четыре безалаберных школьников колдовство превратило их стариков у которых остался лишь один шанс до заката солнца найти избушку злодеев и перевести стрелки волшебных часов назад загадочная история бенджамина баттона фильм о мужчине который родился в возрасте 80 лет а затем начал молодеть этот человек как и каждый из нас не мог остановить время фильм рассказывает о поисках любви радость их жизни и более потерь и о том что остается с нами вне времени эта программа отдыхает и мы продолжаем сегодня у нас в гостях прекрасная ольга салтыкова она директор компании бизнес диалог автор тренинга тайм-менеджмент и личной активности здравствуйте добрый день скажите пожалуйста как вы все успеваете ну я очень много чего не успеваю я не успела слетать в космос я не успела стать стоматологом например но в целом маме троих детей нужно уметь успевать все потому что я организовываю время не только свое но и всей своей семьи если бы я не умела организовывать время я бы сидела сейчас наверное дома над горой не мытой посуды не стираной одежды и грустила вы ведете тренинг по тайм-менеджменту а что это такое тайм-менеджмент это умение управлять своим временем и достигать определенных желаемых результатов это не значит что мы должны постоянно что то делать бежать как мышь в колесе и чего-то там добиваться без устали это значит что мы определенным образом организовываем свое время так чтобы наслаждаться процессом и быть довольными результатом тогда дайте нам как молодым ребятам пару советов о том как вообще все успевать лис а вы все успеваете я ну так относительно всегда ли вы знаете для чего вам выполнение той или иной задачи не всегда скорее всего и вот это как раз и причина того что очень многие дела мы откладываем на потом нам не очевидно для чего нам нужно выполнить вот это дело когда мы четко для себя определяем зачем нам выполнение той или иной задачи что последует после того как мы это сделаем нам гораздо проще эту задачу выполнять и еще один момент который нужно очень хорошо знать ведь у нас есть с вами гормон дофамин который вырабатывается тогда когда мы добились определенного результата дофамин это гормон результата и добившись определенного результата мы получаем столько силы что эта сила дает нам на новый результат на новые какие-то усилия вы например Например, не хотели убираться у себя на столе, вы подходили к столу и думали, в следующий раз, потом, попозже, не сейчас. Добой такой. Да, но, наконец, вы разозлились, сделали это, убрались, и вот чистота на столе, и у вас такое прекрасное внутреннее ощущение. Пойду еще в шкафу разберусь. Вот это вот дофамин, который скомпенсировал вам потраченные усилия и дал вам силы на новый результат. Это гормон удовольствия, гормон счастья. С какого возраста приходит понимание этого времени и ценностей? На самом деле, человек не рождается с ощущением времени. Это навык, который формируется, и формируется, конечно, родители. Ощущение времени в полной мере формируется всего лишь к 6-7 годам. До этого возраста детки не умеют понимать, что вот через 5 минут они должны что-то начать делать. Поэтому обязанность родителей, их прекрасная такая ответственность в том, чтобы этот навык сформировать в своих детей. Вот еще такой немного, можно сказать, странный вопрос. На какие мелочи люди тратят больше всего времени? Там, завязываешь шнурки, может быть, нам стоит покупать кроссовки с липучками. Но больше всего времени мы тратим на то, чтобы дышать. Мы это делаем все время. Но на самом деле есть такие вещи, которые называются поглотителями времени. Это те дела, на которые мы тратим время, а время – это самый невосполнимый ресурс, единственный невосполнимый ресурс. Но результата нам это действие и потраченное время не дает никакого. Ну, например, давайте посчитаем, сколько примерно времени вы тратите на то, чтобы пролистывать свои просьбы в соцсетях. В среднем сейчас у молодого поколения это 3-4 часа в день. Ничего себе. Я не замечаю этого времени. То есть это практически четвертая часть вашего дня. Представьте себе, что весь следующий год вы потратите из следующего года 3 месяца полностью на то, чтобы посидеть в соцсетях. Это поглотители времени. Вы можете их вычленить таким образом, что записывать все действия, которые вы выполняли в течение, например, дня, и прямо конкретно записывать, сколько времени у вас на это уходило. И результаты иногда действительно впечатляющие. Проминутное записывание. Конечно. И вы видите, насколько вы иногда тратите время впустую. Но мы не считаем, как поглотителями времени, время, например, на сон. Это обязательно. Цена – это то, что дает нам ресурс, это снова дает нам силу, дает нам возможность восполнить свою потраченную энергию. Это, конечно, обязательно. О пожирателях времени, собственно. А фильмы являются таковыми? Да. Никита, смотря какие фильмы. Если фильм вас наполняет новыми знаниями, новыми эмоциями, дарит вам какое-то вдохновение на новые какие-то проекты, то это прекрасный фильм, Никита, можно. Хорошо. Но если фильм, вы понимаете, что вы тратите время, и он ничем вас не наполняет, а наоборот вызывает раздражение, нужно научиться вовремя выключать этот фильм или уходить из генозала. А как же ужастики? Никита, а скажите мне, пожалуйста, ужастики помогают вам, например, преодолевать страх, работать над страхом? Ну, в какой-то степени. Да, то есть если вы видите в этом какой-то потенциал, то это то, что вам необходимо. Но если они, наоборот, вас подавляют и ни к чему хорошему не приводят, то, опять же, помните тот вопрос, который мы с вами обсуждали, а зачем вам это действие? К какому результату оно вас приводит? И вот эта вот осмысленность дает вам четкий ответ. Вот мы сегодня, например, разыгрываем ежедневник. Дайте нам пару советов, как его заполнять. Ежедневник – отличная вещь. У меня ежедневник просто, знаете, такой очень-очень живой. Во-первых, первое правило – заполнять ежедневник. Не держать все в голове, потому что ваш мозг должен быть направлен на реализацию планов, а не держать в голове и пытаться запомнить и вспомнить, что же сегодня еще сделать, что же надо было мне. Когда вы записали все, ваш мозг работает в направлении подключения ретикулярно-активирующей системы. Она знает, что делать и вычленяет из окружающего пространства необходимые ресурсы. Никогда не замечали, что тогда, когда вы хотите, например, купить себе белые кроссовки, вы неосознанно начинаете замечать, что вот у этого человека белые кроссовки, вот у прекрасные белые кроссовки. Это как раз работа ретикулярно-активирующей системы. Ваш мозг делает это, выполняет эту задачу абсолютно отдельно от вас. Вы просто дали ему это понять, когда записали ту или иную задачу. Точно так же работают различные там визуализации мечт, целей и прочие вещи, которые очень популярны. Вы знаете, у меня на самом деле, вот я пыталась как-то тоже заполнять ежедневник, но у меня много больших таких вот глобальных планов. Как с этим справляться-то не знаю. Есть прекрасная техника, Лиз, она называется разрезать слона на биштексе. Представьте себе, перед нами сейчас бы стоял огромный шоколадный слон, и нам нужно было бы его съесть. Что бы, Никита, мы могли бы сделать для того, чтобы справиться с ним? Мы бы с Лизой управились, я знаю точно. Такие вы молодцы. Но те, кто меньше слотоколежки, чем вы, разрубили бы его на кусочки, съели бы сами, поделились бы со всеми, кто в студии, да, и таким образом справились. То есть, когда вы сложное дело для себя определяете вот именно по шагам, вам важно разбить его на простые шаги. Вам нужно, например, написать научную работу к конференции. Вы садитесь и записываете, какие шаги вам для этого нужно будет сделать. Там, например, найти фотографии для презентации, подготовить анкету для своих одноклассников. Там, например, найти литературу по данной теме в интернете или в библиотеке. И когда вы точно себе это прописали, вы потом под каждый пунктик записываете, когда вы будете это делать. Потому что дело без даты его выполнения – это дело, которое, вероятнее всего, не будет вами сделано. Поэтому записали время, день и, конечно, тогда, когда вы закончите выполнять это дело. И тогда ваш мозг спокойно уверен, что ему не нужно будет что-то огромное, тяжеловесное выполнять долго. Он знает, что это всего лишь вот такой промежуток. И, знаете, у нас осталось очень мало времени. Мой финальный вопросик – возможно ли делать несколько дел одновременно? Вы же знаете, Лиза, на этот вопрос-ответ. Молодое поколение умеет это делать, потому что оно многозадачное. Они одновременно, ну, вы, верни, одновременно делаете математику. Фоном у вас включен телевизор. Одновременно у вас переписка с классом в планшете. Одновременно в телефоне у вас музыка, наушники в ушах. А еще иду куда-нибудь. А, да, одновременно обед. И все это вы делаете одновременно. Это прекрасно. Это качество, которое дает возможность молодому поколению быть очень конкурентоспособным. Конечно, оно немножко утомляет, но это тоже навык, когда вы умеете четко переключаться. Его нужно развивать. Все, спасибо большое. Вот я, кстати, совсем недавно услышала фразу о том, что счастливые часов не набедают. Вот. И мы спросили наших ребят, наших знакомых, и спросили, что же для них счастье. Оказалось, что для них счастье – это в мелочах. Смотрим рубрику на эту тему. Как говорится, счастье – в мелочах. Относительно недавно у меня появилась сестренка. Это одно самое счастливое событие. Но когда я засыпаю раньше нее и не слышу ее крика, мечтаний нет предела. Я думаю, что счастье в мелочах, которые мы создаем сами. Например, самые счастливые дни в моей жизни – это когда я наливаю у себя горячую кружечку чая с тремя ложками сахара. Это просто обязательно. Шоколадка и очень интересный сериал. Или фильм. Но это уже на ваше усмотрение. Или когда я сама что-то вижу или делаю что-то своими руками. Так что создавайте счастье сами. Привет, я Маша Захарова. И знаете ли вы, что значит счастье для меня? В далеком апреле этого года я наконец-то избавилась от этих лудных косичек, которые в буквальном смысле проследовали меня долгие годы. И вы можете себе представить, что за 6 месяцев отсутствия этой прически я успела постричься около 10 раз, перекрасить волосы и, в принципе, поменялась свою внешность. Дорогие друзья, не бойтесь меняться. Ведь так приятно находить деньги в зимней куртке, будь то 10 или 50 рублей. Это ли не мелочь? Это ли не счастье? Примерно 2 месяца назад я купил себе шипучку, в которой давали леденец. И вот, открываю я упаковку, а там целых 3 леденца. Ну я что, я поделился? Я ж хороший человек. Всем привет, меня зовут Вика Скопина и я счастливчик. Я обожаю домашних животных, а особенно котят. Я долгие годы уговаривала маму купить мне питомца. Но все было тщетно. Я уже потеряла всякую надежду. Но вот, в один прекрасный весенний день на маму что-то нашло. И она купила мне хомячка. И процесс пошел. Через некоторое время мама подарила мне котенка Ричарда. Это был самый чудесный день. Я помню его, как вчера. Тогда я стала самым счастливым человеком. Это произошло в понедельник. У нас был урок истории, а я не выучила пересказ. Из нашего класса осталось всего 6 людей, которые мне рассказывали. И среди них была я. Но все прошло хорошо. Меня не спросили, и я не получила двойку. Вот сегодня на уроке получил пятерку я. Счастлив папа, рада мама, празднует моя семья. Просто рядом посмотрите, не витайте в облаках. Сложных форм не ищите. Счастье люди в мелочах. Друзья, наш эфир продолжается. И сейчас пришло время, наконец-то, отвечать на ваше сообщение, которое вы написали на протяжении всего эфира. Ну, наконец-то. Итак, нам пишет Вика Скопина. У нее сегодня день рождения. Мы тебя, ведущей национального телевидения, просто душевно поздравляем. Желаем себе все успевать, всегда всего добиваться. 50% у тебя есть, Вика. Кто знает, может быть, тебе сегодня повезет. Так, такая мотивация просыпается, а то ее всегда не хватает. О, здорово. Может быть, то, что вам действительно стоит ходить на какие-то курсы для тайм-менеджмента, по тайм-менеджменту, чтобы все успевать. Или завести вот такой вот ежедневничек. Да, мы его сейчас уже скоро будем разыгрывать. Так, тоже начала планировать свое время и писать все дела в свой ежедневник. Это очень помогает успевать. Здорово, да. Похоже, скоро она станет успешной. Это пишет нам Лиза Сметанина. Молодец. Так, действительно. Скажите... О, здесь еще есть классные... Что для вас счастье? Да. Пишет Соня Яковлева. Только что пришла... Что для тебя счастье, Лизочка? У меня счастье это действительно все успевает, потому что сейчас у меня очень-очень мало времени. Что ж, давай мы с тобой уже начнем разыгрывать, потому что времени осталось совсем чуть-чуть. Вы можете написать к нам в личку, если у вас есть какие-то... Так, ребята, ребята, у вас еще есть 10 секунд. 5 секунд, чтобы поставить лайк и прокомментировать. 5, 4, 3, 2, 1. Давай разворачиваем. У нас выигрывает. Прямо вот так вот покажем. Это Марина Осипова. Да. А я думал мне... Этот ежедневник мы обязательно тебе дадим. Ольга, просим вас к нам в эфир. Мы тебя поздравляем, Марина. Мы обязательно с тобой свяжемся и тренируем ежедневник. Давай рупорт, да. Уже наши гости все знают. Прекрасно. Это символ нашей программы. Говорите все, что угодно. Только в рамках морали и культуры. Ну что, успевайте многое, получайте удовольствие от процесса. И, конечно, радуйтесь результату. Умейте отдыхать, умейте достигать результата. Все, большое спасибо. Это была программа... Отдыхай. И с вами... Да, я Лиза. Пунктуальная Лиза. Никита и наши гости Ольга. Спасибо всем большое, что смотрели нас. Спасибо, что смотрели нас. Все, любим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok